всем привет волей-неволей хочется не хочется но периодически каждый мастер делает ревизию своих гель-лаках так произошло у меня и вот я нашла 5 флакончиков которые не выкрашены на типсу то есть они у меня есть но клиенты их на типсах не видят и соответственно не заказывают эти цвета хотя я несколько раз делала этими цветами когда клиенты просили там светло-светло-голубой я помню что у меня есть показывала и дело в общем выкрашиваю на типсы первый цвет был очень красивый 508 такой прям теплая синий оттенок не раз у меня его заказывали клиента далее синий и новые флакончики космопрофи имеет такую вот прямоугольную форму и прямоугольный колпачок не всем удобно с такими крупными колпачками работать поэтому космопрофи предусмотрели снять этого колпачка и остается вот такой вот удобный маленький колпачок для работы серенький цвет и два вот таких вот брата товарищ нежный персико-розовый оттенок очень любят наши клиенты вне зависимости от сезона у года хочу заметить что все гель-лаки достаточно плотно смотреть как плотно перекрывает оттенок типсу прозрачную типсу это светло-светло-голубой оттенок был очень популярен летом и я уверена будет популярен зимой вот такие гель-лаки добавится в мою палитру они у меня уже были но добавится в палитры будут доступны взору клиент зрить какие красивые вот эти вот два но они в любое время года клиента выбирают такие розовый-голубой оттенок остальные три прям такие осенние ссылку на интернет магазин космопрофи конечно же оставлю вас в описании под видео обязательно проходите также там будет ссылочка на их сеть вконтакте и telegram подписывайтесь чтобы узнавать о акциях скидках новинках и распродажах ну а также от меня будет промокод на скидку в 20 процентов для моих подписчиков так что подписывайтесь на мой канал тем временем я уже убираю длину и снимаю старый материал до тоненькой подложки покрытие замечательно относилась требует лишь коррекции и когда вот так вот все хорошо носится нет никаких отслоек ничего не нужно достраивать ничего не нужно до наращивать то есть сама коррекция сама работа проходит гораздо быстрее я думаю многие мастера это знают поэтому когда задают вопрос за сколько вы выполняете работу здесь нет конкретного шаблона все зависит от рук которые к вам пришли если вот так вот все хорошо да еще и плюс клиент хочет просто какие-нибудь нюдовые ногти покрыты камуфлирующим материалом что тут делать сделали снять из травматериала маникюр покрыли каким-нибудь камуфлирующим гелем или базой покрыли топом все все готово конечно же такую работу можно уложиться час час двадцать ну а если что-то там сложное нужно до наращивать достраивать опиливать выравнивать да плюс еще и дизайн какой-нибудь замысловатый то можно и все три часа просидеть так что здесь все индивидуально и зависит от рук которые пришли и от желания клиента отодвинула кутикулу открыла подкутикульный карман вернее сначала опилила поверхность убрала глинец и придала форму свободному краю далее отодвинул а подкутикульный карман и теперь фрезой прочищаю выполняю маникюр с маникюром здесь тоже все очень просто буквально несколько проходов с одной стороны несколько проходов с другой стороны на реверсе я чуть дольше работы потому что я еще прохожу фрезой справа на лио приподнимаю кантик котикулу для среза Бывает, что по левому синусу у меня не всегда хорошо получается вычистить, поэтому дочищаю на реверсе. Просто ставлю фрезу и щечкой фрезы упираюсь в кутикулу, прохожу против движения вращения фрезы. Осталось фрезой шар счистить кантик кутикулы, но перед этим я зашлифовала правый боковой валик, убрала огрубелости, которые там образовались за 4 недели. Ну и теперь фрезой прохожу по внутренней части кутикулы и стончаю ее соединение с живой кожей, а теперь иду непосредственно по этому белому кантику и счищаю его. Смотрите, как хорошо, плавно и быстренько уходит вот этот вот белый кантик ненужный, который портит весь внешний вид. Вот такой маникюрчик готов. Далее мне нужна база, конечно же, каучиковая база от Космопрофи. Она работает в качестве грунтовочного слоя. Кстати, этой базой можно делать и в уравнивании, но у меня залежались гели, которые нужно использовать. Вот такой гель от Maestro Ness. В баночке он достаточно темного бежевого оттенка, клиенты пугаются, но на самом деле на ногтях мы же его укладываем в тоненький слой, гораздо тоньше, чем гель лежит в банке. На ногтях он смотрится неимоверно красивым натуральным бежевым оттенком. Вот есть у Космопрофи оттенки Light, это светло-бежевые оттенки, а этот вот прям натуральный беж, очень красиво смотрится, не единый примеси розового оттенка. Выравниваю тоненькой кисточкой кутикулы по бокам, переворачиваю руку ногтем вниз, переворачиваю назад, поправляю, смотрю, если блик устраивает, отправляю в лампу. Укрепление выполняю на всех ногтях, мне очень нравится этап укрепления, поэтому решила еще один ноготочек показать. Балдею просто, когда делаю укрепление камуфлирующими материалами, когда получается невероятно красивый, нежный, натуральный, главное, ровный ноготочек. Эти ногти крепкие, можно и так оставлять покрытили штопом. Согласите, многие уверенно согласятся, что когда ногти покрыты хотя бы просто укрепляющим слоем базы или геля, то жить с этими ногтями гораздо удобнее. Натуральные ногти более склонны к ломкам, каким-нибудь расслоениям, а вот такие укрепленные хорошо себя ведут в быту. Да и вообще в повседневной жизни с ними удобнее. Далее наношу цвет на ногти, где не будет дизайна. Клиентка выбрала 508, смотрите, какой красивый цвет, ложится в один слой. Дизайн мега простой, ставлю несколько пятен этим цветом, ну и далее укладываю золотую поталь возле этих пятнышек, где-то ниже, где-то выше и обязательно прижимаю поталь своим пальчиком, чтобы убрать весь воздух между поталью и липким слоем предыдущего материала. Ну и теперь черной гель-краской я рисую обычные веточки, очень простые, ничего сложного, пару листиков, веточка, ну и в принципе дизайн готов. Можно было бы использовать стемпинг или наклейки, но если честно, мне вот лень лазить, искать среди кучи наклеек, вот эти вот те, которые подойдут, или стемпинг искать, стемпинг пластины. Они как-то у меня неупорядочены, поэтому мне легче взять краску и нарисовать. Здесь я какую-то непонятную веточку нарисовала, она мне не понравилась. Я ее убираю и рисую другую, здесь уже точки решила доставить додсом и соединить с вот этой веточкой, тогда мне результат понравился больше. Кто подписан на меня в телеграм-канале, те знают, что я лежала с малышом в больнице, так вот сразу же после этой работы я вызвала скорую и мы поехали в больницу. Была у меня веселая неделька с маленьким в больнице, но ничего не поделаешь, надо. Перекрываю дизайн топом, люминус топ от Космопрофи, мой любимый топ для лета, никак его не закончу. И вот такая работа получилась, отснять толком результат не получилось, даже на столе не убрала, пока одна рука сушится, вторую показываю, но, повторюсь, ситуации бывают разные. Не забывайте про скидку в 20% от меня, промокод в описании под видео, там же ссылочка на официальный сайт Космопрофи. Ну а у меня на сегодня все, всего доброго, спасибо, что были со мной до конца, хорошего дня!